во тьме ночной при свете дня эльфа мне укрыться от меня так вау шить такое вау 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 сто лет мне никто не плюсовал в карму на rubbl прям приятно доброе слово и собаке приятно ли как там говорится так дать проверим значит отлично музыку можно включить тихонько пусть время и довольно позднее музыка включайся you must be dance команда блин правда потом когда я на youtube залью все это никто что музыку не слышит они просто подумают что я сумасшедший такие дела так и надо пока и пока вот знаете очень долго ищутся игры на владыре я пока позаймусь кими-то делами то есть пока никого в чате нету я могу особо не комментировать уж извините меня такая задница я хочу залить сегодняшнюю запись стрима на свой свой vk вот я щекочные сегодня опять немножко немножко говорил о политике о чем зарекался но это было такое около политическая скорее надеюсь никто ругаться не будет мы с ней есть о чем рассказать но я подожду пока народ хоть какой-то подтянется хотя в это время его тяжело ждать орки на орков вау у нас тут ребята зеркалочка гор горбей 66 блитцер стаклом кетчер блитцер наб с борьбой статистика 203 но в принципе я бы сказал что у меня команда по приятче приятнее орал но тут очень многое будет зависеть от пробоя то есть у кого попрет тот и молодец поэтому что-то здесь пытаться предугадать трудно тут надо просто грамотно сыграть ада а дальше как пойдет до мир практически на идентичном тв именно так только кстати я одну вещь упустил я сейчас проверю ай блин оппонент уже сейчас посмотрим в виде чистый скилл победит пробой вот чистый пробой победит вот у кого чист пробой пойдет мы и посмотрим не ну ладно сами конечно дело не только в пробое но есть например у кого-то пойдет адовый пробой то все будет очень специфически мы проиграли монетку но пока нету всяких мб этом вот этой всей дряни и это в принципе не страшно а вообще у меня есть одно большое преимущество на самом деле сейчас вы поймете какое я только сейчас по подумал и ведь действительно у меня есть одно реально чувствительное преимущество это наличие троля то есть оппонента есть замена а у меня есть роль я честно говоря не сразу это догнал это это прямо очень очень важно но мы встаем в максимально неадекватную позицию типа мы приглашаем оппонента помахаться вот потому что у нас есть тролль который гнет ель но это него есть один игрок я на самом деле так нагло встаю потому что когда у противника есть лишний игрок он может поиграть от фолов а я не хочу давать ему играть от фолов поэтому нам выгодно прямое противо у нас преимущество в силе довольно значительное у нас есть тролль по совместительству это еще и одно мб я понимаю что конечно мб в таком противостоянии нифига не работает но то это уже другая мысль мало ли вдруг попрет вдруг попрет кто знает короче рассказываю небольшую историю тем более мне сейчас все равно делать то в принципе нечего да значится я купил себе наушники беспроводные о клик на третий день у них отклеилось ухо просто взяло и отклеилось стоили не 500 рублей поэтому в принципе не обидно но я пошел зашел в магазин ну не знаю как это правильно закричу ну да в магазин вот и что я сделал я мог бы приклеить это ухо обратно или вставить его и сказать что мне наушники просто не подошли и мгновенно получил бы манибэк но я честный молодой человек поэтому я сказал вот ухо отклеилось и теперь мне надо ждать три рабочих недели пока они проверят действительно ли отклеилось ухо и потом еще ждать по моему две рабочих недели пока мне вернуть деньги или тоже три я не помню ключи очень много времени ради 500 рублей это блин неприятно но что что поделать как бы дерьмо случается в чем прикол дальше я решил что ну надо как-то сделать себе адекватный звук или что-то типа того что дайте к я звук немного игры убавлю я решил немножко потратиться что я имею ввиду под потратиться сегодня вот прям сейчас я долго смотрел разные варианты мне все варианты как-то ну блин не особо понравились да что-то в них не то было но в итоге я одну мысль нашел что это за мысль а я значится взял заказал bluetooth аудио адаптер bluetooth аудио адаптер за 1000 с мелочи который придет мне к доставке около дома в течение первый пробой придет мне в течение там 2-4 дней это прикольный очень адаптер от компании сяоми и я честно говоря он в целом будет полезен то есть прикол в том что когда покупаешь bluetooth адаптер ты можешь его там использовать очень по-разному это удобно так вот и прикол еще в чем я значится опять пробой неприятно два пробоя на фланге это прям фланг просевший будет слегка значится чё я еще сделал то а я решил заказать себе наушники ну не премиум класс понятное дело что разоряться очень дорого ради наушников не стоит я решил взять себе сенхайзер ну все знают компанию сенхайзер это старая хорошая проверенная компания которой никаких вопросов нету но этот сенхайзер он пытался повалить трекспа на мой взгляд был довольно рисковый мув без подбора мяча когда у тебя еще не знаю мне не понравилась эта мысль оппонента честно удар не слишком обоснованный ну ладно это еще была мысль которую я забыл да вот я себе взял сенхайзер цx 300 за тысяч там 300 рублей то есть у меня в итоге гарнитура и наушники обойдутся в 2 с половиной косых не дешевое удовольствие но ради хорошего звука почему бы и нет не то чтобы я прям какой-то там вау как это выразиться то вау аудиофил но я знаю что довольно надежно правильно и все такое подобное в общем такие дела так же теперь осталось только ждать плюс мне еще юлмарт должен вернуть 1000 рублев я надеюсь что когда-нибудь это произойдет лишние гфи на ровном месте не очень понимаю зачем нужно было это гфи но наверно оппоненту виднее так я хочу сделать гфи ударить блицером в лицо вот этому парню ладно поднимаем отлично это очень стратежный ход главное чтобы он получился он получился значит подгоняем молодого человека сюда подгоняем молодого человека сюда начинаем забегать не то чтобы это какое-то прямо вау мега забегание но типа это определенное дело полезное здесь можно встать в контакт в принципе почему бы и нет но в драке по центру сейчас он будет не очень просто гард конечно ему поможет но у меня гардов немножко побольше так вот я офигел оказывается в юлмарте я смотрел есть одни наушники от сенхайзера сейчас я вам скажу цену это просто затычки в ухо то есть я взял себе затычки в ухо там за 1300 рублей или сколько там это дорого но почему бы и нет так вот сейчас ребятки я скажу вам сколько стоят наушники от сенхайзер видимо супер премиум класса а значит выбираем по рейтингу так вот ребята есть такие наушники у сенхайзера и е 800 это наушники значит там какой-то двухкамерный поглотитель пиков супер амбушюры немецкое качество все дела вот но это по сути ребята это затычки это реально затычки в ухо и все они стоят внимание внимание они стоят я сейчас скажу сумму 32 тысячи рублей 30 как видеокарта какая-то невероятная вот то есть ну них там конечно типа корпус из керамики широкополосные излучатели тра-та-та-та-та вот но 32 тысячи рублей за наушники наушники это просто вау честно мне очень тяжело понять как можно заплатить за наушники 32 тысячи рублей честно вот для меня 32 тысячи рублей за наушники это что-то очень далекое от реальности я бы так это описал вот вы можете представить что должно быть в наушниках за 32 тысячи рублей я не могу честно просто не могу я не представляю но я понимаю что аудиофилы могут эти наушники по-моему должны просто извините уж мне еще и минет делать за такие деньги вот нет ну гитара это немножко другой инструмент все-таки а наушники которые ты вставляешь себе в уши это дело немного другое мне так кажется хотя и за гитару я не понимаю за что платить 300 тысяч например ну в общем ситуация дикая абсолютно мне так кажется но я не аудиофил я тупое быдло да я нисколько в этом не сомневаюсь но конечно удовольствие очень серьезное что-то какой-то орк у которого все получается он не тратит три ролла у него прокатывают все удары ребята вы заметили вот прям реально ну почти все удары но сейчас блица повалят мне еще этого парня у него идет и пробой и все удары и вообще ее по РСТ правда с другой стороны он абсолютно не пытается прикрывать мяч и это конечно достойно а это довольно рисковые кстати действия потому что мячик то я могу и сесть на мяч то есть он сейчас будет блицевать но это с двумя гф я даю ассист посмотрим короче по моему оппонент слегка заигрался в баш и надо его за это наказать вот мое мнение конечно а я сейчас еще думаю что он побежит и попробует ударить моего паренька здесь ну это конечно он кстати не под правильным углом забежал это ошибка ну не серьезная но все таки ошибка он не под тем углом без пробоя ему было бежать и толкать вниз на самом деле если бы у него не получился удар то ему надо было бы прикрывать это правильная мысль и он здесь еще пытается сделать удар очень жадный очень жадный но у него все получается это самое печальное конечно в этой ситуации очень тяжело играть с оппонентом у которого получаются все действия так ну значит поднимаем троллю надо сделать шаг тролль тупой ублюдок окей мне бы вот из-за тролля мне теперь надо немножко переводить игроков мне это не очень нравится две единички очень плохие кубы очень плохие кубы я потратил рерол на плохую мув и в целом все плохо ладно закрываем блицера вопрос в том что мне теперь надо освобождать игрока и делать это очень сложными методами не это не те ресурсы которые хоть очень плохие кубы просто отвратительные ребята просто отвратительные кубы все кубы очень плохие прямо прямо вот словами не описать насколько поганые кубы пока все фейлим вот это первый момент который не зафейлили ладно это хорошо это маленький плюс но тролль меня предает ну тим он бьет и у него все получается я бью у меня ничего не получается вот и все ну и тролль еще показывает свое троллиное мастерство поэтому матч пока складывается неудачно но как бы это такой момент который от меня не очень сильно зависит к сожалению не хватает блока на линейке возьмем на линейку блок будет очень крутая линейка борьба на линейке да для орков не ну на самом деле не такая плохая мысль на самом деле чисто как игрок который позиционно мешает это не такая глупость как может показаться но на орках наверное конечно мало кто берет хотя я брал когда-то борьбу на линейке только я уж не помню для чего но брал был такой момент когда мне это зачем-то надо было у него видите вот все получается вот прям никаких фейлов трудно трудно у меня вот сейчас тролль очень сильно мешает нормальной позиционке из-за того что тролль покушал фекалий мне теперь будет очень трудно если мы поставили сюда батролля мы могли бы иначе разыграть тройку этих игроков но из-за того что троллер решил ничего не делать теперь будет потяжелее единственный положительный момент что мы заняли блицера горда и заставляем его возвращать игроков и напрягаться это конечно очень большой плюс но мне нужно чтобы он где-то сфейлил если он где-то сфейлит то у нас есть шанс пока он к сожалению нигде не фейлит да вообще ноль фейлов абсолютно а вот не подошел он немножко зря на мой взгляд я понимаю что это сделано для более комфортного удара здесь но по моему мысля не самая хорошая привет шедель и он продолжает бить вот что самое характерное казалось бы немного не тот момент для драки оппонент все равно пытается пытается ура работает чат а он должен не работать по-моему у меня никогда таких проблем опять шестер кстати у него вот реально он всех уронил всех абсолютно вот человек играет у него получается все очень тяжело играть в таком случае нам все надо садиться на блицера с гордом плюс в том что мои горды в этой ситуации несколько эффективнее пашут кстати если он сейчас не повалит моего блицера то у меня есть шанс добраться до мяча к слову говоря все равно шанс есть не назову его прямо вау эффектом но шанс есть вот а вот это уже важный момент вот это уже очень важный момент и оппоненту нельзя идти да он все правильно сделал сейчас надо прокинуть не очень сложные кубы для того чтобы все было неплохо ну понятненько нерал это неприятно но на самом деле это это он даже зря сделал потому что теперь он дает мне шанс добраться до мяча хотя это удар в 1д не можно попытаться сейчас посмотрим короче хотя не наверное я все таки до мяча не добираюсь а я подозреваю что добраться до мяча в этой ситуации будет сложно то есть тролль второй раз подряд тупит спасибо тебе тролль это конечно очень здорово с твоей стороны это плохие очень плохие кубы в этой игре прямо очень плохие кубы по-рубе хорошо scenarios самое хорошее тоже мяча это красиво б feelings шум и будет Я неправильно толкнул, наверное Да, я неправильно Я ошибся Ну не то чтобы это очень прям критичная ошибка Но неприятная Нет хорошего в лице Так, давайте значит встаем так Даем немного контакта А может быть даже есть смысл Сделать вот такой Не, наверное лучше все-таки такой удар В этом ударе чуть-чуть больше смысла Это хорошо Это тоже неплохо В целом Мы, скажем так, создали не суперудобную ситуацию Но много лучше, чем было Если бы у нас еще встал тролль бы Но тролль уже два хода подряд Лежит и отдыхает Если бы тролль встал, было бы класс Но не получилось Вообще, конечно, смотрю У Сенхайзера такие лютые цены Это вообще прям Понимаете, за 32 тысячи Затычки в уши Это как-то Лютейше, по-моему Хотя Оценки очень высокие Все расхваливают, но Но 32 тысячи Это конечно Но мне нравится За что такое бабло Вот я тоже не понимаю Буржуевские стримеры уже квалы Чемпионата мира начинают играть Да я уже успел Слить свою квалу Чемпионата мира И че-чего Движ Буржуевские стримеры Только начинают сливать квалы А я уже свою слил Вот Ничего себе, да? Ну, конечно На самом деле Это только первый матч Я надежды еще не потерял Я поставил для себя Теперь простую задачу Я понял Стратегические ошибки Которые я допустил Вот Но они записаны Каждый квалов на 8 На брата Ну Удачи им в этом Тогда Что я могу сказать Не уверен, что Очень грамотная мысля Конечно, но удачи им Мне сейчас надо Троля освободить Ну вот Стоил ли этот удар Того Я не уверен Мне кажется Орк пытается Больше драться Чем пытаться забить Хотя в матчапе орков Это работает не так здорово Он вполне мог Уже давно Организовать прорыв По одному из флангов По левому флангу У него был шанс Сделать прорыв Но он что-то на это Болт положил Тролль так и не встанет Тролль Тролль лежит до сих пор Видишь вот Знак вопроса Тролль уже Два хода лежит И Ничего не делает Ваньку В целом Все неплохо На самом деле Вот это Конечно Очень Загадочная Мысль От оппонента Кубы в мяч По-моему Ну не то чтобы Примитивные Но сложными Их не назвать Уж точно Вопрос в том Какими кубами Мне идти в мяч Я в принципе Вижу пару вариантов Ну что Все просто На самом деле Сейчас Прямо Идеи Как сыграть Они Примитив Тут Тут сложнее С порядком Вот порядок Он непростой Это да С порядком Тут надо Призадуматься Но это не рерол Ребята Это просто Падаем Только Меня пробили Вот это Уже неприятно Ну ладно Значит Поднимаем Это Это нужная ГФИшка В этой ситуации А Нет Соб Сначала Сначала Делаем так Конечно Это более Безопасный Вариант Так Это удар в два куба Так Тогда мы Сейчас Да ладно Займем здесь Нам надо Освободить Тролля Нам кровь из носу Надо освободить Тролля Поэтому мы будем Освобождать Тролля Отлично Тролля мы Освободили И мы его Можем заодно Активировать Третья попытка Сейчас надо Молодец Тролль Так Тактикульную Шестерку Потратили Так Этого парня Ставим Как Сейфти Ну Своебразного Сейфти Но все таки Сейфти Это Оставим На сладенькое На это действие Мы должны Трать рерол Если он не пойдет Так Первое Успех 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 Рерол До мячика Мы не добегаем Поэтому Не паримся Вот это мы можем Сделать мув Свободно Мы его и делаем Заодно Сразу держим Кучу игроков Еще и Пробиваем Это здорово А вот этот мув Делать плохо То есть Конечно Его можно сделать Но мы освободим Важного Оппозиционного Игрока Делать мы Этого не хотим Но оппонент Дал Сделать Кубы в мяч Он увлекся Дракой Вот Я понимаю Что это Ороч Орчанка Типичная Орчанка Когда ты Очень сильно Увлекаешься Дракой А потом Происходит Что-то Очень плохое Вот Но У него еще Есть шансы Но Увлечение Орчанкой Ему Конечно Подсунуло Сейчас Неприятность Мы конечно Не на мяче Идеально Чтобы мячик Улетел За поле Но На это Было Рассчитывать Сложновато К слову Ребята Напомню Что Сейчас Есть Сбор Денюшек Поэтому Если вам нравятся Мои стримы И вы хотите Чтобы я вернулся С веб-камерой То Можете Подкидывать Свои Кровно Заработанные Деньги Я буду вам Очень признателен А вы Увидите меня На вебке Вот Я правда Не знаю Кому это Нужно Но Судя по тому Что кто-то Подкинул Все-таки Кому-то Нужно Блиц Кстати Неприятный Потому что Да Он понял Что там Есть Гард И это Будет Удар В один Куб По блоку Это Плохая Мысль Единственное Что неприятно Реролов Маловато То есть Сейчас Надо играть Аккуратно Это Будет Сложновато Вообще Подумывая О том Что надо Одну Линейку Выкупить Вот Не хватает Одной Лишней Линейки Удар К сожалению Прошел Это очень Не то чтобы Это критическая Неудача Но это Нездорово Определенно Ему Ему Даже Подходить Кстати Не стоит Вот Это Очень Спорное Решение Потому Что Теперь В этой Ситуации Мы можем Сделать Одну Великую Вещь Ребята Что я имею Ввиду Под великой Вещью Мы можем Вытолкнуть Чорка У нас Здесь Два Горда В точке Нужной Вот знаете Вот Грамотное Позиционирование Гордов Это очень Важно У нас Два Горда В том месте В котором Они Вот Больше Всего Нужны Это Как Наши Два Супермена Какие Может Фалящего Летающего Гоблина Для Экономии ТВ Нет Проблема Не в этом Ярл Проблема В том Что Мне Некого Ставить На Лос И Поэтому Мне Нужна Линеечка Для Лоса Вот В чем Вопрос Будь У меня Линеечка Для Лоса Жизнь Моя Была бы Намного Приятнее А это Кстати Ошибка Опять Ну не то Чтобы Сильная Прямо Ошибка Но Мы Сейчас Можем Поразруливать Ситуацию Мы Этот фланг Запрем Просто Окончательно Но Хотя Если бы Он Делал Шаг Вперед То У него Были Бо Проблемы Но В целом У него В любом Случа Проблемы Кстати Если Мы Отдоджимся Носителем Меча Если Мы Отдоджимся Несуном Слушай На самом деле Дело даже Другом Мы Можем Выталкивать Чёрка Только Это Нафиг Не Нужно Мы Сейчас Можем Сделать Кубы В Мяч А Вот Это Реально Нужно Только Надо Посмотреть Как У меня Тролль Четыре Мува Не Ну Тролль Не Добегает Ладно Тролль Не Добежит Конечно Жаль А Здесь Ему Надо Дойти Иначе Он Даст Мне Халявную Активацию Если Он Сейчас Не Идет Он Дает Мне Халявную Активацию Не Ну Сейчас Не Халявную Ладно Так Он Правильно Оттолкнул Хотя Цена Свободный Игрок Его Лучше Замарчить И Все Ради Удара Вот Очень Сомнительное Решение Но Да Ладно Но В целом В целом Наша Либеральная Мысль Проста Абсолютно На самом деле Нам главное Не выловить Вот здесь Двойки Если мы Не вылавливаем Здесь Двойки Ооо Это Кстати Очень умный Ход Без Шуток Это Очень умный Ход Очень Неприятный Ход Значит Даем Марку Это Очень Неприятный Ход Хм А у меня есть Клевая мысль Ребята Это Офигенная Мысль Только Сначала Я Я Сразу Не Заметил Такой Классный Тактикульный Мув Но Это Офигенно Классный Тактикульный Мув Ребята Это Это Прямо Вообще Сказка Потому что Мы Сейчас Можем Убить Одним Ударом Орду Зайцев Смотрите Это Офигенно Крутой Мув Это Это Вообще Наверное Один из Гениал И травма Вот это Ребята Вот это Было Круто Ребята Вот это Было Действительно Неплохо Еще и Травма Очень Очень Важная Травма Это Это Прямо Мув Ну Такой По Учебнику Когда Мы Одновременно Выбили Черка А Он Тратит Аптеку Отлично Мы Вытащили Аптеку Ну Не то Чтобы Это Было Очень Важно Но Это Прикольно Мы Создали Очень Важную Позиционную Мыс Короче Все Клево Вот Про Этот Мув Можно Сказать Только Что Все Офигенно Круто И Тролль Сходил Это Вообще Класс Теперь Было Еще Сделать Удар С Пробитием Это Не Удар С Пробитием Но Как Бы Ладно Нормально Получилось Классно Конечно Это Это На самом деле Дело Опыта Нерал Помню У меня В одной Игре Был Очень Красный Я Сомневаюсь Что игра Есть На Ютубе А может И есть Это Старая Игра У меня Я в одной Игре Такой Шикарный Коридор Болей Сделал Притом Продуманный У меня Было Много Времени Подумать Я успел Его Сделать Там Прям Было Красиво Я Уж Не Помню Сколько Я Тогда Ударил Вытолкнул И так Далее Но Там Было Прям Вот Момент Сказочный Но Я Иногда Ошибаюсь Кстати Я Вот На Башерных Командах Почему У меня Такие Нехорошие Вещи А Вот Когда Я Делаю Это Какими-то Командами Без Такого Мне Тяжелее Проходит Типа Там Некромантами Еще Кем-нибудь Таким Я Бывает Допускаю Ошибки По Невнимательности Или Задумавшись Надо Работать Над Собой Ну А я По-моему Кстати Играл Сэнди И даже По-моему Переиграл Отлично Мы Вытащили Рерол Это Очень Классный Рерол Это Прямо На самом деле Оппонент Начал С самого Опасного Мува Если уж Говорить Пусть Два Куба Но Удар Такой Это Конечно Не Здорово И Проблема В том Что У него Теперь Нету Рерола То есть Ему Надо Делать Действие Без Рерола Классно Ли Да Это Классно Вообще Попахивает Тем Что Мы Сейчас Отдефаемся Шансы На то Что Мы Отдефаемся Прямо Отличные Блиц В один Куб Неприятный Блиц И он Сейчас Будет Бежать По Флангу Кстати Говоря Неприятно Конечно Или Не Будет Бежать По Флангу Стоп Ну Это Фигня Здесь Мы Действительно Имеем Неплохие Шансы Что То Сделать Сейчас Очень Много Сейчас Будет Зависить От От Лич Все Это Игра Это Тайм Мы Выиграли Короче Говоря Вопрос В том Успеваем Ли Мы Забить Чем Мы Успеваем Забить Забить Мы Конечно Успеваем Только Нам Надо Сейчас Сделать Кое Какие Приготовления Для Этого Первое Приготовление Готово Отлично Конечно Я Тоже Начал Не Самого Безопасного Мува Стоит Сказать Но Лучше Конечно Пробой Отлично Это Хороший Пробой Так Мячик Полетел Не Трогаем Мячик Упал Отлично Так Тогда Я думаю Мы поступим Здесь Немножко Умнее Мы не будем Уже Подбирать Мячик Бросалой Нам это Не нужно В принципе Это неприятный Фейл Троля И к сожалению Мы ничего Не можем С ним Поделать Это Фейл Троля С которым К сожалению Придется Смириться Ну Ладно Если бы Мы сделали Этот Этот Момент Тролем Все Было Бы Здорово Так Это Плохо Нам Надо было Сокращать Путь Поэтому Ладно Этот Удар Надо Делать В Один Куб И Тротер Рол Даже Плохо Очень Плохо Это Два Результата Которые Нас Не Устраивают От Слова Совсем Жаль Жаль Ладно Очень Много На фейле По кубам В этом В этом Ходе Все Началось Заздраве А потом Прям Пошел Какой-то Хардкорный Упокой Потому Что Если бы Мы Подвели Сюда Мы Здесь Смогли Сразу Вот Этого Парня Закрыть И Дать Удар Здесь Если Мы Здесь В Один Куб Нормально Ударили И Подошли Сюда То Если Мы Нашли Пятерку Шестерку Мы Могли Сразу Еще Здесь Делать Куб Закрыть Это Направление Ну В общем Или Как минимум Повесить Игроков Грамотно На двоих Но Не Получилось Но Оппонента Нету Не Оппонента Один Рерол Это Плохо Да Один Рерол Это Много Ладно Посмотрим Теоретически Мы Конечно Должны Забивать Но Как Оно Будет На деле У него Не Тихо Сложные Кубы В Меч На самом деле Один Куб В Меч У него Довольно Простой То есть Ему Надо Доджиться Блицером Бить В Один Куб И Вообще Пытаться Зажать Между Вот Этих Двух Игроков Вот Бьет Он Не В То Направление Бить Ему Надо Сверху Бить Сверху И Толкать На Чёрка Тогда Он Зажмет Его Между Двух И Мне Придется Немножко Повыкобениваться Немножко Но Повыкобениваться В общем Посмотрим А в чём Смысл Этого Спринта По-моему Вот Необязательный Был Спринт Абсолютно Ну Сейчас Нужно Чтобы Не Отдоджился Это Будет Здорово Отдоджился Теперь Единичка На ГФИ Надо Он Находит Пятёрку В Один Куб Ребята Три Плюс Два Плюс И Пять Плюс Три Плюс Два Плюс Пять Плюс Надёжный План Мы Ещё Можем Забить Мы Ещё Можем Забить У нас Для этого Прямо Вполне Хорошие Шансы Но Для этого Придётся Покидать Очень Неприятные Кубы Очень Неприятные Кубы А вот Это он Кстати Ошибку Совершил Стоит Сказать Что В этой Ситуации Это Ошибка Это Прямо Ну Не Супер Серьёзно Это Ошибка Это Зря Сделал Конечно Сейчас Может Произойти То Что У меня Не Попрут Кубы Но Я Чё-то Сомневаюсь Конечно Посмотрим Тьфу-тьфу-тьфу Там Постучать По столу Но Теперь Теперь Мне Надо Сделать Реально Несложные Вещи Тут Прямо Тут Дело В порядке Правда Вот Стоит Сказать Что Здесь Будет Очень Большое Дело В порядке Для того Чтоб Всё Дело Обстряпать Аккуратно Но Мне сейчас Требуются Очень Простые Перемещения Ему Надо Наискось Бить Естественно Если Сейчас Без Реролов Без Реролов И надо Будет Бить Такие Ладно Посмотрим Тут Вопрос В том Как бы Если Сыграть Просто От Дефа Просто Сыграть От Дефа Довольно Просто Но Вот Если Мы Хотим Сыграть Так Чтобы Забить Это Намного Сложнее Это Кстати Аж Вот Это Он Зря Вот Это Он Зря Так Давайте Закроем Отлично Да Сейчас Ребята Буду Показывать Я Не Уверен Что Получится Я Очень Не Уверен Что Получится Но Мы Можем Сыграть Очень Красиво Прямо Как Учили В школе Бладбоула Отлично Еще И Травма Игра Благодарит Меня За Ой Левел Ап Да Отлично Смотрите Это Для Подстраховки На самом Дель Наверное Это Для Подстраховки Ладно Этот Игрок Нам Не Нужен Мы Могли Здесь Но Сделаем Для Подстраховки Не будем Рисковать Идеально Ребята Идеально Прямо Я получаю Удовольствие Нет Ладно Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Давайте Сразу Придется Кидать Это ГФ И Да Так Вопрос В том Как нам Теперь По хорошему Надо бы Сделать Этот удар Потому что Если мы Роняем Нам Это Очень Сильно Поможет Мы Не Роняем Это Погано Это Очень Погано Ну Ладно На самом деле Это Плохо Можно 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 Не Бить Не Надо Бить Но Окей У оппонента Добегает Только Линейка Которая Закрыта Тролем И Мячик Стоит В трех Такл Зонах Одну Можно Снять На самом деле Самый Адекватный Вариант Толкать Кого-то На Меч Но Это Сложно Но Можем Забить Для Того Чтобы Забить Нам Надо Кинуть Очень Нетрудные Кубы На самом деле Зря Ударил Наверное Просто Если бы Я бил То Я бы Сразу Разминировал Вот этого Засранца Если бы Я нашел Любой Куб Я бы Разминировал Вот этого Засранца Но Я его Не Разминировал Повыкаблучиваться Пасующий Оркет Нормально На самом деле Вот смотри Троверу Для того Чтобы он Был клевый Надо Взять еще Штуку Которая Позволяет Ему Ходить На Две Клетки На Три Клетки При приеме Меча А потом Ему Надо Брать Просто Реально Пас Ну то есть Там есть Такая Штука Ну не Пас Типа Что-то Увеличивающая Пас Это Нормальная Острота Я тебе Без шуток Говорю О Идеально Рерол Последний Улетает Это Очень Здорово То что Он не уронил Это Классно Потому что Именно Этим Пареньком Мы и хотим Подобрать Мечик И дать Пас На Вот Того Парня Здесь У него Нет Хорошего Удара На самом деле Если Сейчас Удар Находит Единичек То Он Ся Закапывает Правда Сейчас Нам Надо Найти Тоже Хорошие Кубы Ну ладно Посмотрим Мы Ничего Не Теряем Стоим На Месте Мы Просто Играем На Победку Ребята Ну Единственный Хороший Удар А Нет Стоп Хороший Удар Здесь Потому что Это Удар По Восьмой Броне Да Это Хороший Удар По Восьмой Броне И Надо Было Реализовать Реролим Пас Мы Кинули Один Два На Пас Ой Господи Один Два На Пас Вот Это Надо Было Умудриться Мы Подбор С первого Раз Не Ну Ладно Ладно Бывает Обидно Конечно Все так Красиво Вырисовывалось А в итоге В итоге Ничего не Помогли Забивать Но Вот Не получилось Такое Случается Жаль Жаль Если бы мы Сейчас забивали То игра На этом Была бы Закончена А так Конечно Еще Придется Немножко Попариться Вот Ну Что Что Поделать Тут Все Сделал Красиво На Фол Предал Да Спасибо Ну Действительно Было Неплохо Редкий Случай Когда Я могу Действительно Сказать Что Тэм Я Отыграл В целом Очень Даже Нормально Может Старт Был Немного Корявый Но В целом Неплохо Давайте Подумаем Один Чёрк У меня Не хочет Пока Качаться Немного Неприятно На самом деле Вот сейчас Такая партия В которой У меня Лютый Перевес По силе Потому что У меня есть Тролль У него Сломан Один Чёрк Если бы Он не Отличил То У него Было Был бы Минус Два Чёрка Ну блин Вот это Реально Вот я бы хотел Был бы Что у нас Был такой Клип Клип Господи Такой же Гимн Вот как В этом Вредалерте Третьем Классный Советский Медведь Это же Здорово Это Классно Это очень Хороший Ивент Правда У нас Парень Просто Ненавидит Подбирать Мечи Но он Понимает Что Подбирать Мечи Это для Слабых Глупых Орков Настоящие Трушные Орки Мяч Не Подбирают Блицуем С блоком Потому что Блицы С блоком Это наше Все И может быть Даже надо Блицевать Вот этим Оркам Потому что Если мы Вдруг Сделаем Травму То Мы Короче Будем В большом Плюсе Типа У него Будет Два Опыта И мы Тогда Будем Иметь Хорошие Шансы На Левел Ап Ну это Я так Как бы К слову Теперь Надо подобрать Метчик Самое Сложные Действия В этом Тайме Отлично Советский Медведь В целом Позиция Меня Наша Устраивает Нам Никуда Сильно Спешить Не надо Мы Делаем Явно Больше Ударов Чем Оппонент Нам Надо Просто Потихоньку Двигаться В зону Забивания Меча Вот У нас На самом деле Сейчас Такая Команда Которая Кстати Вот Я говорил О том Что мы Резко Можем Ловел Апнуться Значит Мы Уже Ловел Апнули Чорка Это Прекрасно Еще Один Чорка В одной Единичке От Ловел Ап Блицер В МВП Ну вот Из-за того Что у нас Два новых Блицера Тут Конечно Проблема И у нас Может Трапнуться Тролль То есть У нас Так Вот Один Ап Уже Есть И еще Два Потенциальных Ап На самом деле Теоретически Если мы Забьем То у нас Еще Потенциальный Ап Тровера Правда Тровер Последний Игрок Которому Нужен Ап В этой Команде То есть Надо Получать Блоки Горды На Чорков И Навыки На Блицеров Остальное Не так Важно Может Быть Нужен А У нас Еще И линейка В одной Единице От опыта Ребята У нас Еще И линейка В одной Единице От опыта Лол Внезапно Я как-то Даже Внимания На это Не обратил Можем Сейчас Кстати Сделать Простые Три Куба Троллем Вот Тролль Гнет Ель Отлично Не получился Удар Это здорово Нам это Играет На руку Плюс Оппонент Делает Одну Ну Типа Не то Чтобы Ошибку Во-первых Лишний Куб Кинул А Оппонент Типа Выстраивает Защиту Справа А нам Вот мы В такой Ситуации Нам Перенести Защиту Налево Расплюнуть Абсолютно Вот Прямо Для того Чтобы Перенести Защиту Налево Делать Вообще Ничего Не надо Где же Все гоблины и хафлинги На которых можно фармить СПП Блин Да Неприятно Конечно На самом деле Я бы еще поиграл бы В такую активную Баш игру С Норсами Потому что У меня уже Достаточное Количество Блоков Я бы с Норсами Сыграл бы С удовольствием Красиво Сыграно Потому что Смотрите Кроме того Что мы сделали Удар Здесь Значит Этого парня Оставляем Этого парня Отправляем Сюда Вот Да Ладно Ладно Я все понимаю Игра Ну ты меня Просто троллишь Что ли Ну все Не получилось Вот прямо Редкий случай Когда Ни один Мув В ситуации Не вышел Вот реально Редкий случай Когда Не получилось Все Вот все Задумки Которые были Не вышли Это конечно Надо постараться Какое-то Мастерство Прямо Скрытое Так Такая была Красивая Внятная Идея Вместо Красиво Внятной Идеи У нас Получилось Ровным счетом Ни хрена Да Шаг делаем Я немножко Думал К слову О залетании В два красных куба На френзе На стриме Эндидово Смотрел Сегодня был момент Где его Попонент На первом ходу Минотавром На лосе Так залетел И сразу Ливанул А есть Стандартная Разводка Под Минотавра На лосе Где Ставится Сзади Игрок А еще Лучше Гард И Минотавр Отлетает Это Ну очень Старый Развод На него Попадают Только неопытные Игроки Если Если я правильно Тебя понял Есть такой Развод Я Я на него Попадал Когда был Нубасом И Я его сам Потом выполнял Это Это известный Развод Но он Это реально Знаешь Вот как есть Детский мат В шахматах Это вот Детская ловля На красных Кубах Минотавров Вот Это просто говорит о том Что противник Был неопытный Мне надо как-то Раскачать Оппоненты Если бы Тролль Сейчас Не затупил Я думаю У нас были бы Отличные шансы Раскачать Оппонента Потому что Мы бы смогли Повалить Чорка Пробежать Налево И Заставить Оппонента Подергаться Но Веселый парень Из моей команды Решил Что ему Не хочется Этого делать Поэтому Ничего не получилось Обидно Дай Мазафака Дай Вроде Такое преимущество Посели А что-то Нифига не идет Ну вот Ну сейчас Что-нибудь Будем думать Поднимать Оркляндию С колен Эту игру Надо выиграть Не скажу Что это Очень простая Игра Вот Первую половину Тайма Оппонент Играл Очень хорошо Сейчас он играет Уже не очень хорошо Но Обыгрывать Если он Надо Ходов Еще много Но Просто Все складывается Неудачно Пока Меня это Смущает То есть У нас просто Немножко Не идет Это Не есть Хорошо Скажем так Я не чувствую Что у нас есть Какой-то Прям Глобальный Прорыв Ну ладно Сейчас посмотрим Просто Вот Конкретно В этой ситуации Сейчас будет трудно Попытаться Оппонента Раскачать Реально Ситуация Не для Раскачки Привет Ферсейд Просто Обидно Что Горда Уронили Если бы Горда Не уронили То У нас Все было бы Намного лучше Но из-за того Что Горда Уронили Нам сейчас Придется Из Говна И Палок Что-то Придумывать Ну Спасибо Тролю Хотя бы Спасибо Тролю За наше Счастливое Детство Ужасные Кубы Мы тратим Еще 2-2-1-1 Пошла Пошла Жара Теперь Будут Проблемы Теперь Будут Очень Большие Проблемы 2-2-1-1 Это Классический Синг Прям Я еще Думал Над тем После этого Действия Я думал Если Уроним То будем Блицевать Справа Не уроним Будем А сейчас Будут Кубы В меч Я могу Проиграть Теперь Просто Кинув 4 черепа В один ход Это Прекрасно Фигня У тебя А потом Вместо 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 Мает С Какой-то Дурью Вот У него Реально Арчанка Это Реально Ребята Натуральная Арчанка Вместо Того Чтобы сыграть В мяч Оппонент Бьет А у него Такие Простые Кубы В мяч Были И сейчас На самом деле Они еще Есть Но он Вместо Этого Изгаляется Ну так Как только Возможно Он Видишь Он хочет Ударить Все Что Можно Ударить В этой Ситуации И не очень Понимает Зачем Ему Это Делать То есть Бить надо Когда ты Понимаешь Зачем Тебе Бить Если Не Понимаешь Зачем Тебе Бить Не Бей Я Честно Я не Понимаю Мысли Оппонента Наверное Мысль Простая Типа Если Можно Ударить То Почему Не Ударить Это Очень Клевая Мысля Но Наконец Он Вроде Начал На самом деле Надо Вся Начинать С выбивания Меча Не С Хухры Мухры А именно С выбивания Меча Но у него Все Получается Самое Обидное То есть Он Играет Ну Немножко Неадекватно Но у него Все Получается При этом Когда Оппонент Играет Неадекватно У него Все Получается Это Блин Очень Неприятно Если Сейчас Еще Выбьет Мячик В 1D У меня Сгорит А может Он В 2D Выбьет Мячик Даже Очень Неадекватно Игра Оппонент Выбьет Мячик В 2D Это Кал Он Бьет В 1D У тебя Здесь Гард Зачем Ты Бьешь В 1D И он Выбивает В 1D И он Сейчас Будет Подбирать Мячик Гардом Господи Оппонент Просто Животное Но у него Все Получается Мячик Упал Максимально Плохо Все Это Просто Кинул 4 единицы И теперь Игра Подсказывает Мне Что Знаешь Кидать 4 единицы Плохо Что я должен Делать В этой ситуации Я не очень Представляю Что ты там Говорил Ньярол О том Что Типа У меня Все шансы Вот 4 единицы Просто Уничтожили Меня Просто 4 единицы Меня унизили Не Понятное Дело Что Сейчас Как бы Мяч Выбивается Но Какой Ценой При том Что у меня Остался Один Рерол Один Рерол Ну Оппонент Оппонент Постарался Стоит ему Отдать Должное Он Он Даже Ладно Ну Трол Встал Ой Молодца Ой Молодца Главное С порядком Не обосраться Сейчас Так Отлично Я думаю Мы Черт Я думаю Мы Встанем Сюда Ну Это Внятный Понятный Ход В этой Ситуации На самом деле Отлично Просто Капелька Капелька Подстраховки Самый Необходимый ГФ И в истории Да 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 Это Точно Вот Это Был Реально Необходимый ГФ Даже В этой Ситуации Мы В Дикой Опасности Даже В этой Ситуации Все Очень Плохо Но Как Б Оппонент Конечно Стоит Скать ему Спасибо Он Все Сделал Максимально Неправильно Ему Перло До Какого То Момента Но Если Ты Кидаешь Очень Много Кубов Которые Не Нужны Рано Или Поздно Один Из Кубов Тебя Накажет Вот Поэтому Можно Сказать Что Все В принципе Окей Лол Ребята Оказывается Кто-то Подожди А как Сегодня у нас Число Кто-то Уже Начал Играть Кто-то Уже Начал Играть Третий Третий Сезон Руба Бэйл Ой Одиннадцатый Сезон Руба Бэйл Имеется Ввиду Офигеть Быстро Однако Это Это Типа В средних Все Уже Успели Сделать Офигенно Быстрые Ребята Я Прям В шоке Или не В средних Ну Короче Не важно Нифига Себе Парни Быстрые Нокаут Это Неприятно Я думаю Мы не будем Ничего делать Мы теперь Играем В меньшинстве Это немного Неприятно 5-6 Кинул На пробой Сложно Самая проблема В том Что осталось Четыре Хода Мне надо Как-то Забивать Мяч На самом деле Я вижу Одну опцию Для забивания Мяча Вот Но Тут Как Греть Как Пойдет Так А где У меня Чёрк А Чёрк С блоком Здесь Окей Да Ну Серьезно Ну Вот Ребята Что Такое Не везет А как С этим Бороться Вот Теперь Теперь У меня Уже Минус Два Игрок Я играю В минус Два И мне Надо Забивать Вот Типа Кинул 1-1-2-2 И теперь Как бы Расхлёбываем Если Сейчас Опять Попытается Выбить В 1 Куб Я Конечно Офигею Немножко У меня Здесь Тяжело Было Создать Какую То Другую Ситуацию У меня Проблемы У меня Есть Как бы Что-то Похожее На Гол Но Тут Как бы Как Попрет Меня Сейчас Надо Забивать Если Я Сейчас Не Забиваю Я Проиграл Наверное Мне Нужно Чтобы Он Сейчас Зафейлил Кубы Вот Дико Зафейлил Посмотрите Просто Он Ни Ни Одной Ошибки На кубах Ребята Ни Одной И что Ты мне Предлагаешь Девать Бладбол В такой Ситуации Расскажи Мне Пожалуйста Бладбол Убрал Мне Двух Игроков И Теперь Предлагает Что-то Делать Ну Повезло Наконец Но Это Был Нужный ГФ Тут Без Вопросов Это ГФ Который Нужен И Он Подобрал Меч Охрененно Ладно На самом деле План Здесь Довольно Простой Вот Это Очень Погано Вот Теперь Мне Не Забить Он Я думаю Что он Сделал Этот удар Не потому Что Видел Что Я Могу Забить А Скорее Все Потому Что Это Было Да Это Было 2D И Он Такой Тип О 2D Типичный Орк Типичный Орк Тип Типикал Орк Я бы Дальше Сказал Ну Дело В том Что В этой Игре У меня Шансов На Победу Прям Очень Мало Мне Сейчас Надо Кидать Кубы За Гранью Возможностей А Как Их Кидать Я Честно Говорю Не Очень Понимаю Оппонент Конечно Сделал Одну Дикую Дурь Но Вопрос В том Что Даже При том Что Оппонент Отыграл Как Хлеб Что Либо Реализовать Сейчас Будет Очень Трудно У У Меня Ровно Один План Для Того Чтобы Потащить Этот Матч Ровно Один План Других Планов Я Не Вижу Их Наверное Не Существует И все Это Проделать С Одним Реролом Вот Когда В этот План Вкладываешь Мысль О том Что У тебя Только Один Рерол План Сразу Перестает Быть Очень Приятным Мне Мне Надо Делать Эти ГФИ Тратим Рерол Потому Что Мне Нужно Одновременно Сразу Марчить Двух Игроков Если Я Хочу Блять Говна Поешь Бладбол Пожалуйста Ну Пошли Госы Ребята Почему Я Кидаю Столько Кубов Вот Почему Я Кидаю Столько Я Проиграю С такими Кубами Выиграть Нельзя Просто Просто Нельзя Выиграть С такими Кубами Эта Игра Меня Казнит Короче Видимо Попахивает Реально Делитом Этих Орков Потому что Это Проклятая Команда То есть Я Потерял За Две Игры Там Двух Блицеров Тут Творится Какая Чушь Запредельная Ну Теперь Надо Блин Единственный План Который У меня Был Все Я Я Не Могу Реализовать У Меня Не Получился Удар У Меня Вообще Ничего Не Получилось По Суть Своей То есть Я Теперь Просто Я Теперь Просто Ничего Не Могу Сделать В Этой Ситуации С этими кубами, конечно, очень тяжеловато выигрывать, скажем честно. Гуляет мысль попробовать поиграть за обуз гномов с такими темпами, потому что что-то за орков как-то вот что-то есть проблемы. Нет, Ньярл, пять игр подряд — это не немного игр, или шесть игр даже. Пять, по-моему. Пять игр подряд — это неприятно, это плохая команда, которая не работает. Когда эти пять игр подряд не заходят, это проклятая команда, без вопросов. Тут никого вместительного, просто я уверен, что, наверное, внутри есть какой-то модификатор, связанный с этим. Я не хочу играть за эльфов. Вот, я не хочу играть за эльфов. Предельно простая мысль. Честно говоря, не очень понял, зачем он поднял игрока, ну, ладно. Ну, а по оппоненту получается всё. Просто всё. Из тех мув, которые надо. Вот, когда он делает дурные мувы, игра, конечно, иногда, иногда его наказывает, но не часто. Не, вообще, конечно, теоретически шансы у нас сохранились, но назвать их высокими у меня язык не повернётся. Сейчас он подберёт мяч, я просто... Он подобрал мяч. Because, fuck you. Просто, because, fuck you. Парень без реролов кидает 3+, 4+. И вот, резонный вопрос. Что я должен делать в этой ситуации? Вот, что я должен делать? Парень кинул такие классные кубы. Вот, что я должен делать, Bloodball? Расскажи мне, пожалуйста. Просто. Я не знаю. Сейчас ещё единички две найти, и вообще сказка будет. Две двойки. Ну, это классика, ребята. Это плюс, но он сейчас поднимет горда и ударит спокойно в два куба, поэтому это... Это, конечно, плюс, но... Сказать, что это даёт мне какие-то прям шансы, нет, наверное, нельзя сказать. Кубы отвратительные, понятное дело. Ну, первый же дождь не получил. Потому что, вот, мне надо кинуть дождь 4+, я его не кидаю. А парень там вообще, прям... Дождь 4+, 10 раз на дню делаю. Вообще, у него был подбор 4+, а дождь 4+, но суть-то примерно одинаковая по кубам. Классно. Пойду хоть в один куб нашёл, нормально, но я сейчас пытаюсь просто отбиться. То есть, как бы... Чё делать? Очень не прёт этой командой. Вот прямо с ловолапами с Санина, два трупа Блицеров, это тоже очень плохо. Вот прямо вот... Куда ни тыкни, у этой команды дикие проблемы. Вот прямо очень плохо всё. А он, кстати, я чё-то забыл, у него же неправильно гард стоит. Поэтому у него не было нормального... Да, слушай, забавно. Ладно. А что, ночной ландер хуже? Ландер? А что такое ландер? Что такое ночной ландер? Ладно, мысля простая. Отлично. Так, ребята. Так, ребята. У нас есть шанс. Я не назову его очень реальным. Но шанс есть. Блин! Чёрт, я очень сложный порядок действий, на самом деле. Очень такой... А мне надо дождь всё равно кидать. Дождь мне надо кидать в любом случае. В общем, мы нашли максимально плохие кубы, как надо. Один-два. Как учили в школе плохих кубов, как говорится. Ладно, нам надо кидать этот куб. Серьёзно, Бладбол? Ну серьёзно, я столько единиц кинул. Я не знаю. Это смешно просто. Просто, просто в мире единиц. Не, ну у нас есть шанс. У нас есть шанс забить. У нас есть шанс пропустить. Смотрите. Мы берём сейчас вот этого парня. Кидаем 3+, 2+, 2+. А потом пытаемся дать пас через всё поле. Надёжный план. Прямо словами не описать. Шансы выиграть отличные. Давайте расценим этот план по десятибалльной шкале. Я бы поставил этому плану ноль. Но... Ладно, ладно. Поставим фантомную единицу. Ставим единичку. Ноль в уме. Вот так вот. Нормально. Мы кинули подряд 1-2 на ударе. Потом ещё всякую хрень. Ну нормально. 10 нафлов из 10. Ну как-то ты много нафлов дал в этой ситуации. Можно было, конечно, сейчас делать вкладку и попытаться как бы что-то другое изобрести. Но... Ну что, поехали. Это единственный план для гола. Это, конечно, план, это очень громко сказано. 6 плюс. Нормально. Ну, почти, ребята. Почти. Классно сыграли. Такой отстойный матч. Просто словами не описать. Второй тайм, когда ты кидаешь каждый ход 1-2-1-1-2-2, очень тяжело выигрывать. Я бы сказал, практически невозможно. Многовато единичек-двоек на квадратный метр. Должны были выигрывать эту игру. Я играл явно сильнее. Но кубы распределили всё немножко иначе. Вот. Не, не ярл. Эта логика не работает в ладдере. Каждая ничья поражения, это убивает твою команду не меньше, чем травмы. Потому что при каждой ничьей поражении у тебя меньше шанс выйти в плей-офф. И после такой каточки, конечно, шанс выйти в плей-офф осталось предельно мало. Вот. После серии вот этих 5 матчей подряд, когда всё шло по вагине, вот. Пойду-ка забаню Дарья. Вот. Подобрать я душевный. Ты оценил, как я оценил твою шутку? Ну, оппонент, кстати, может забить. На самом деле, оппонент может забить. Если он мне сейчас забьёт ответный гол, я прямо офигею. Вот. Я, кстати, не удивлюсь, если он это сделает. Я прямо... Я прямо офигею. У меня... Вот я после этого тогда удалю команду точно. Даже не задумываясь. Вот. Ну, оппонента есть шанс забить. Конечно, шанс не очень высокий, но существует. Вот. Вот да, у неё сейчас, типа, додж... ГФИшка. Но у неё не получился додж. У меня план, конечно, был... Чуть повеселее, но не сильно. Не, мы могли сыграть по-другому. Мы могли ударить чёрком, дать вкладку тройверу, и у тройвера внутренний реролл на пас. Но это... Фигня, конечно. Опт упал на чёрка. Ну, такое. На самом деле, равная ситуация. Один нокаут, одна травма, два нокаута. То есть, ну, игра была равна, играли два орка. Вот. Два орка, я бы дальше сказал. Да какая разница, если план провалился? План провалился, на этом вопрос закрыт. Это как бы такое дело. Хреново, конечно. У нас раз, два, три, четыре. Четыре игрока на левелапе. И статистика просто отвратительная. Три-два-два. С такой статистикой... Чемпион-сладдеры не проходятся. Ну, ладно. Я на самом деле сделаю для себя одну отметку. Когда я дропну эту команду. Поэтому ждём. Ждём. У меня есть две отметки. Когда одна из них стукнется, тогда я удаляю команду, иду, создаю заново. Я думаю, ещё одну сыграю, и пойду байнике. Игра, конечно, отлично демотивирует. Какие отметки? Пятое поражение делит. Ничьи плюс поражение 10. Делит. Два очень простых триггера. Вот так вот. После этого дальше нет смысла играть командой. Ну, по крайней мере, такой популярной, как орки. То есть, если на какой-нибудь команде, типа там, я не знаю, хафлингов, можно позволить себе там какие-нибудь 10 поражений, то на орках нет, конечно. А-а-а-а-а-а-а-а. У what? А, у них много поломанных ребят. Ой, вау. Это у них 1.01 и никого нет. Два кетчера. Да-да-да-да-да. Очень странная проблема. Проблема в том, что у него будет много денег. Но, с другой стороны, у него много лонеров. А много лонеров для команды, которая играет на очень... Ну, у него маг есть, да. Вот маг главная проблема. Рероллы-то ему нужны, но то, что у него наемники, это, конечно, неприятно ему будет. Ну, посмотрим. Сложная игра. Единственный плюс в том, что у меня как бы навыки более-менее полезные есть, но дело такое. Я сомневаюсь, что будет очень простая игра именно из-за мага. Гордов немножко не хватает. Я думаю, возьмем защиту. Так. Я не могу понять, у него что ли вообще навыков нет? Что-то у него, по-моему, вообще нету скиллов никаких. Забавно. Ну, ладно. Я, честно говоря, не очень знаю, как работают у кислевитов эти ростеры. Я плохо знаю ростеры кислевитов. У него, значит, три рерола и такой состав, что у него даже... Ну, хотя 250 тысяч, ну да. Не, нормально, нормально, там все нормально. Не, ну ладно. Ладно. У нас задача простая. Нам надо в первом тайме навязать ультра-агрессию и при этом постараться забить именно на его атаки для того, ну, для того, чтобы либо он потратил фейрбол, ну, не фейрбол, мага. Потратил мага. Либо для того, чтобы мы забили, и маг на нашей атаке был, ну, не так важен, конечно. Посмотрим, короче. Прикольно, что этих парней довольно просто будут бить в три куба. Намного проще, чем каких-нибудь, я не знаю, там, крыс, например. Оппонент не спешит в атаку, я смотрю. Я думаю, что есть смысл идти в фулл контакт. И оставит двух блицеров сзади. Прикольно, что ему придется бить по блоку. Типа, таковая была идея, чтобы у него в любом случае были неприятные ударчики в начале. И идея эта, в принципе, себя оправдала, судя по всему. Сейчас, кстати, ребята, могу вам показать один красивый момент. Я, конечно, не гарантирую, что он получится, но у меня есть идея для красивого момента. Это была очень странная мысль. Вообще, наверное, я даже не думаю, что стоит так делать. Я могу вытолкнуть этого парня с поля. Наверное, не стоит. Нет. Это плохо. Это очень плохо и неприятно. Ну ладно. Спасибо троллю. Тролль меня, конечно, немножко поддержал от всего сердца, я надеюсь. От всего сердца к солнцу. Так. Даже, я думаю, стоит как-то встать вот так, наверное. Ну ладно. Первый удар мы засрали планомерно. И у нас не получились... Ну, в общем, мы попытаемся навязать драку, но это будет трудно. То есть как-то вот... Нам надо разводить норироллы, заставлять его бить. И чтобы он находил двойки-единички, а не сраные пятерки. Ну ладно. Но в любом случае мы можем себе позволить немножко поогребать. Мы можем себе позволить немножко поогребать, потому что у нас все-таки больше брони. Прям... Прям хорошо больше брони. У нас есть блоки. Плюс сейчас приятно, что у него все эти ребята с лонерами. То есть если у них не прокатят убегание... О, отлично. Он тратит реролл. Это здорово. Первый реролл вытащили. Прекрасно ли это? Да, это прекрасно. Практически как любовь с юной японской школьницей. У него получилось. Это неприятно. Это, конечно, очень неприятно. Ну ладно. Надо, чтобы он еще что-то сфейлил. Он ничего не фейлит. Это, конечно, погано. Господи, как он прыгает-то, а? Никаких ошибок. Никаких. Такие игры меня раздражают, конечно. Ну ладно, конец-то. Правда, проблема в том, что он перестроился, поэтому... И не выполнив приказ, клятву. Да, это удар в два куба, и мы садимся на мяч. Поднимаем. Ну давай, троллиссима, надо сходить. Молодец, троллиссима. Создаем суперплотную здесь ситуацию для нужных нам кубов. Закрываем. Ну ладно, ладно, я вайню. Окей, я не скрываю, я немножко вайню. Немножко, капельку. Значит, сначала сделаем мув более важный. И сядем на мяч. Попробуем сесть на мяч. Ну мы не сели на мяч, но... Давайте считать, что это было удовлетворительно. Плохо, конечно. У него есть шансы забить. Мы, конечно, навязали очень плотный контакт. У нас единственный человек, который стоит неплотный, это Чорк. Чорк действительно имеет все шансы получить в дичло. Но в остальном все неплохо. Шестерка не устраивает нас абсолютно. Леонид Дудко дает нам в лицо. На самом деле я начинаю думать, что надо было брать Майти Блоу на Блицера. Вот играю, играю, понимаю. Надо было брать Майти Блоу. Без Майти Блоу как-то, конечно, не очень приятно. Знаете, не хватает немножко силушки богатырской. Вот, например, в прошлом матче было две травмы. Но фигня в том, что одна из травм была за счет выталкивания, за счет удара. Вот. Ну и там не только это. Там было много разных моментиков. Опа. Он собирается прямо сейчас пытаться дать пас. Он прямо сейчас попытается забить. Неприятно, конечно. Пас не получился. Отлично. Это шанс, ребята. Это шанс. Это здорово. Это прямо максимально приятный результат в этой ситуации. Теперь нам надо сделать очень простые вещи. И мы, наверное, имеем неплохие шансы, ну, не выиграть этот матч, но как минимум сделать так, чтобы моему оппоненту было неприятно. Вы чувствуете, да, как у меня голосочек-то стал поприятнее, да? Мы выталкиваем более опасного парня. Это четвертая ловкость, как бы. Она нам неприятна, конечно. Жалко, что он не сломался. Теперь, ребята, более сложные моменты. Очень хочется сделать этот удар. Потому что им мы можем убить сразу несколько зайцев. Но это не очень безопасно, поэтому мы сделаем безопасный удар. Две единицы. Вот, кстати, ударили бы троллем. Это было бы очень плохо. Не ГГ, конечно, но очень близко к ГГ. Если бы мы сейчас... Ну, не ГГ, но к тому, что оппонент может забить. По-хорошему мне, конечно, надо делать ГФИ. Мне не хочется. Но надо. Отлично. Тролль пошел. И теперь последний удар. Ну, тут уже исход не так важен. Но исход удачный. Но в целом оппонент играет как эльф, а не как кислевит. Если мы сейчас вытащим у него мага, а у него есть резон сыграть мага. Будет очень классно. Джок это аут. Не, я имею в виду, что я на Блицере мог попытаться взять МБ. То есть там-то блок есть. Я имею в виду, что на Блицере надо было брать не Горда. На Блицере надо было брать... На самом деле, конечно, есть люди, которые... О, отлично. На самом деле есть люди, которые и на черках берут сразу МБ. Потому что, ну, они считают, что это более разумная идея. Вот. Маг хорошо, кстати, ударил. Но мы вытащили мага. О, прекрасно, ребята. Ну, это вопрос в том, насколько объективно нагло мы хотим сыграть. Пробойчик. Вообще, мы сделали идеальный тайм. Нам надо активировать нашего молодца. Блин, я хотел его вытолкнуть, но... Ладно. Не вытолкнем, короче. Так. Давайте. Сначала сыграем безопаснее, да? Это кажется немного безумным, но я просто хочу наверняка сыграть. Типа эти кубы безопаснее будут. Не то, чтобы я верю в выталкивание, но в этот раз, смотрю, Евгения Патрушева немножко поломала. Отлично. Ну, потихонечку идем. Мы не подобрали мяч. Мы кинули 1-2 на подбор. Да, ладно. Ладно. Бывает. Такое действительно случается. Это блатбол. Не, на чёрках я предпочитаю более надёжную, как и на воинах Нургла. Я знаю людей, которые брали сразу МБ на воинах Нургла, и это, конечно, не имеет смысл. Но я считаю, что лучше брать более надёжный вариант. И подбор. Ну, у нас, конечно, не дикие проблемы, но проблемами попахивает, конечно. Отлично. Первый рерол. Ну, мы не выбиваем мяч теперь. Ну, мы... Это была критическая неудача, так называемая, ребята. Есть такое понятие, как критическая неудача. Мы смогли поймать максимально критическую неудачу. Начнём сначала с того, что действительно важно. На это мы потратим действие рерол в любом случае, поэтому с него и начинаем. Не потратили. Окей. То, что мы не потратили, это здорово. Потихонечку в темпе вальса двигаемся в нужную сторону. Привет, пиропен. Внезапно видеть тебя в такое время. Ну, привет. Это плохие кубы, ребята. Две единицы. Ай, пошла жара, ребята. Пошла жара. Ну, тролль, давай три единицы. Ну, почти три единицы, ребята. Почти три единицы. Пошли классные кубы, конечно. Не то, чтобы у меня горит, но у меня уже так нагревается седалище. С тем, как у меня складываются дела. Дела складываются, честно говоря, не очень здорово. Один, два... Господи, мне показалось, или я кинул практически во всех ситуациях? Я... Вот, Ньярл, а давай теперь вот поговорим. Ньярл, ты действительно считаешь, что это непроклятая команда? Ну, вот, серьезно. Давай, Ньярл, скажи мне, это проклятая команда или нет? Вот, у меня четкое ощущение, что это проклятая команда. Вот, четче нету. Да дело в том, что у меня и прошлый ход вышел поганый из-за того, что я кинул 1-2 в этой ситуации. О, отлично. Идеально. Так, окей. Добегает ли у меня меченосец, который не смог подобрать мячик? Вот в чем вопрос. Мы немножко перестрахуемся, конечно. Я, конечно, понимаю, что... Ладно, стоп-машина. Давайте сделаем простое. Оппонент еще, конечно, кое-что привез. Я имею в виду, что оппонент, видимо, думал, что... Сейчас, стоп-машина. Сейчас, я немножко думаю над порядком. Три куба это достойно. Молодец, мистер Тролль. Молодец, мистер Тролль. Ладно, не будем жадничать. Погано получилось. Как ты к лизардам относишься? Я к чемоданам хорошо отношусь. Но чемоданами сложновато играть. Ну, как играть сложновато? Проблема чемоданов скорее в том, что... Вот они бесконечно качаются. Вот ты их качаешь, качаешь, качаешь. Попадаешь на первые когти. И потом опять бесконечно качаешь. И понимание должно быть серьезное. Я не серьезно понимаю лизардов. Поэтому... Не уверен, что такому криворукому человеку, как я, стоит играть за лизардов. Так. Ахит. Отлично. Теперь, ребята, мы должны забивать гол. В принципе, я понимаю, как мы забиваем гол в этой ситуации. Это будет не очень просто, но мы попытаемся. Ну, это немного неприятно, но... Что поделать Дессу? Да, это меня устраивает. Так, мистер Тролль. Молодец. На всякий пожарный прикрываем. Делаем вкладочку. Политра. Появится. Поможете. ЗнаТро. Поехали Наглый план, но я хочу забить прямо сейчас Ну не прямо сейчас Но типа побыстрее Что-то так Доставить мячик подальше от своей зоны Вот, вот это правильное выражение Распасовщик Жожа, ребята Распасовщик Жожа Сделал свою работу Ну, в целом ситуация неплохая Я знаю, что пас можно было сейчас не давать На самом деле Привет раз-два раз Но мне показалось, что так будет надежнее, конечно Что типа, ну как надежнее Типа для дефа более надежно Это не страшно Он сейчас будет выбивать мячик Если он зафейлит прыжок То мы просто выбиваем Мы подбегаем и через блиц там все делаем Ладно Он не с той стороны, кстати, выбивает Но мне, по-моему, все равно не хватит добежать Он шестерку наш Понятно Обидно, ребята, обидно Не забьем, короче, в этом тайме Ну, мячик Радует, что мячик ему не подобрать Свои ресурсы он исчерпал Делаем все в порядке Адекватных мыслей Сейчас Я с Сашей Немножко призадумывался Ну да Нам надо так делать Первая часть плана Сработала Вторая часть плана Не сработала Бывает Жаль Ну ладно Шансы неплохие Шансы, на самом деле, очень неплохие Если не произойдут какие-то Адовые ивенты То есть все, что нам сейчас надо сделать Построить клетку с двумя гордами И идти вперед Все И мы выиграем На самом деле, я бы эту игру Закончил бы намного раньше Но подбор мяча на 1-2 С авторероллом И его Выпадение за поле И шанс оппоненту забить Ну повезло, что оппонент, конечно Сам немножко там Привез Дал шанс Скажем так Не буду говорить, что оппонент прям все сделал Для того, чтобы я забил Но Приложил к этому вполне определенные усилия Конечно, при такой расстановке Мне блицевать будет трудновато Если сейчас ничего не получится Но мы играем максимально аккуратно Потому что Проигрывать в этой ситуации Как-то не особо хочется Остальные мне идти вперед-то не особо нужно Поэтому пофиг Мячик упал терпимо Ну поехали делать Удары Первый удар мы засрали В принципе, ладно Делаем второй удар Две единицы Прекрасно Ход вырисовывается Все прикольнее и прикольнее, ребята Больше единиц Как говорится Богу единиц Ну, спасибо и на этом Правда, пробоя Конечно, не завезли Стоит добавить, что Пробоем даже не пахнет Если подберем Будет классно Подобрали Перестраиваем клетку Сразу прошли вперед Это хорошо Так и было задумано К сожалению Удар не прокатил Все Идем в контакт Нам надо вытягивать Рероллы оппонента Мы свой первый реролл Потратили на потрясающий 1-1 Такие, знаете Вот Дежурный 1-1 Мне в день Надо ввести Счетчик Дубль единиц Вот Где-нибудь Знаете, как у Хапа и счетчик Пропущенных леталов Да Мне надо счетчик единиц Дубль единиц Это, я думаю Довольно сильно Разнообразит процесс И подарит мне Множество Новых эмоций Вот А, я еще понял Почему оппонента Так команда стоит У него же аптека еще Я только сейчас Об этом подумал Окей И твои Твоих соперников Ну Так уже не интересно Понимаешь Когда я кидаю Единички Игра меня казнит И мне не везет Когда оппонент Кидают единички Она наказывает Его за плохую игру Ну это шутка Понятное дело Это очень странный Блиц А шо он собирается Делать этим игроком А Ну Типа ладно Спасибо Сейчас Секунду Я Я просто Смотрел Как мы клетку Можем перестроить Но честно говоря Вот это Первый раз Когда оппонент Сыграл Уж Совсем Странно Ну В том плане Что Вы сами понимаете Что Вероятность Удачного Действия Здесь была Ну Знаете Как там Типа Иммалейт Импрувет Да Крайне Малая Крайне Малая Я думаю Даже так Встанем Чтобы нам Перестраиваться Было Удобнее В случае Чего Ну нормально Мы прошли Уже Больше Половины Поля И Это Здорово У нас Куча Контактов Которые Оппоненту Надо Разрывать Мы Играем В плюс Одного Человек Да Давайте Посчитаем Сейчас 4 7 8 9 10 Да Мы играем В плюс Одного Первый прыжок Это самый простой прыжок Парнем с четвертой Агилой Он сейчас Подскока Хочет ударить Подскок Удается Удар Удается Может выбить мяч Хорошо сыграно Я что-то не подумал Об этом Это мой косяк Это моя ошибка Вот сейчас Без шуток Ребята Я ошибся Я забыл о подскоке Только Почему Он не подошел Я немного Не понял Но Это Ладно Не в целом Ничего Трагического Не произошло Плюс Ко всему Оппонент Продолжает Играть с нами В фулл контакте Это конечно Прекрасно Как любовь С юной Японской Девой Первый прыжок Не удался Вытянули Один Рерол Теперь Уда Самая опасная К сожалению Он нашел Отличный Куб Один Отскок Мяча Отскок Мяча Ну Нехороший Но и Неплохой Нормальный Отскок Мяча А сколько Мяча С которым Можно работать Я бы так Его назвал Отлично Мячик упал Отлично Для нас Ну что Ребятки Теперь Надо наказывать Этот удар Лучше Так Поднимаем Подходим Отлично Пробойчик Ну Просто Приятный Пробой Так Назовем Вот так Удар Удар К сожалению Не получился Стоим Ну это удар В 2 Я хочу Сделать Удар В 3 Куба Жаль Подойти Было бы Конечно Удобно Ладно Давайте Не выпендриваться Делать Удар В 2 Куба Все таки Мы тут Не это Это вам Не это Понятно Пробойчик Ну Рано или поздно Роман Кандинский Ха-ха-ха Хорошее Имя Рано или поздно Конечно Эта броня Должна Трещать Подбор Идеально Сделать Два Гфа И встать Между Двух Гордов Но мы Таким Извращением Заниматься Конечно Не будем Оно Для нашего Уха Сложновато Это Жаль И троллем Я думаю Тоже Ударим И тролль Тролль Гнет Ель Тролль Молодец Тролль Тролль Все сделал Правильно Я не стал Им идти И тролль Такой Смекнул Типа Если я не должен Идти Значит я должен Сдать нокаут Или сломать Молодец Тролль Вот он Он мои Тактические Моменты Понимает За что ему Как говорится Респект И уважение Молодец У него есть один куб В мяч Я понимаю Это Я мог сделать Конечно красный Но мне надо было Кидать для этого 2 плюс 2 плюс Кидать для этого 2 плюс 2 плюс Мне показалось Излишним Ну ладно И радует Что наконец-то Чуть-чуть Ребята Начали трещать Шестерка Нормально Как обычно Пятерка Раз Шестерка Два Мяч Купал Идеально Вот с этим Не поспорить Мячик Купал Идеально Сейчас будет Прыжок За мячом На 50% Прыжок И конечно Подбор Конечно Подбор Господи Серьезно Кто-то Удивлен Вообще У кого-то Вообще Возникли Вопросы Что может быть Иначе Ну хорошо У нее Пас Не получился Сейчас Будет Рерол Это Здорово Ребята Очень балансно Очень балансно Ладно Мысли Сейчас Довольно Прозрачные Не Все Все Не проиграно Но Как бы Оппонент Нам Гемора Добавил Привет Феникс Подходим Закрываем Да Конечно Матч Складывается Как нельзя Бладбоу Улисти У меня По-моему Вообще Этой команды Простых игр Не было Почему я не попадаю На новичков Все Попадаю На какую-нибудь Заразу Отлично Это Очень хорошо Тарас Воронин На это действие Если что Потратим Рерол Оно реально Важное Мы кинули Блин ГФИ Да Мы кинули Спринт Ну стабильная Единичка Стабильная Дубль Единиц Господи Стабильная Стабильная Вот Вот Прямо Прямо По расписанию Просто Ну как Могло быть иначе Конечно нет Ребята Конечно Быть иначе Просто не могло Просто Абсолютно По расписанию Дублей Мы сейчас еще И проиграем Эту игру Чувствую Ну Я бы не назвал Это прям Простой Игрой Да Аж там были Некие Сложности Стоит добавить Ладно Нам надо Сейчас Наконец-то Наконец-то Фейл От оппонента Ну это конечно Сука Все бесит Ну пробили Пса Смердящего Сейчас проблема Мне нужно найти Хорошие кубы В мяч И кровь Из носу Прямо Тратим Рерол Кровь Из носу Нашли У меня Нету Реролов Это сложно Но мяч Отскочило Удачно Засранец Подбери Пожалуйста Это конечно Серьезной Защитой Мяча Не назвать Я Отлично Это понимаю Но Проблема Удар 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 Не В финале В финале Не долгожданные Смолдар Но оппонент Конечно Сложновато Будет Сейчас Выбить Мячик Я Постарался Для этого Сальто Мортале Не удалось У него Остался Один Рерол Это Прекрасно Но Перенесли Не Перенесли На Неделю Ребята Очень Долго Договаривались Самый Прикол Что Я Даже Клетку Не Могу Сейчас Построить Нормальную У меня Не Клетка Одно Название Я Не Понимаю Кем Он Мяч Собирается Выбивать Вот А Понятно Ну Тут Уже Можно И Лонером Красиво Плюхнулся Ладно Ребятки Подумаем На Тему Важную Можем Ли Мы В Этой Красивой Ситуации Ну Хорошие Кубы Так Ладно Только не Засри Пожалуйста Тьфу-тьфу-тьфу Отлично Отлично Очень важный Пробой Время Есть Время Забить Прям Нормально Время Достаточно Клетка Клетка Не Не Вызывает Восторгов И Оргазмов Но Лучше Такая Клетка Чем Никакая Две Двои Гости Это Каждый Ход Каждый Ход Я Нахожу 1-1 Или 2-2 Каждый Вот Без Исключений Вы Можете Припомнить Ход Когда Я Не Находил Сегодня 1-1 2-2 Не Ну Ладно Такие Конечно Были Но Я Имею Ввиду Что Я В каждом Матче Кидаю Раз По Пять Эти Кубы Это Самое Самое Прекрасное Конечно Сейчас Будет Прыжок В мяч На Посаднем Рероле Самый Страх Если Он Какого Блицера Получит Когда Нибудь Четвертый Четвертую Агилу Та Будет Очень Неприятно Играть С такой Командой Вообще Вот Например Если У Блицера Четвертая Агила Четвертая Сила Это Такая Машина По Нагибу Пошел Прыжок Прыжок Вот Сюда И Удар Прыжок Не удался Отлично Последний Рерол Прыжок Не удался Дважды Алексей Хованский Отлично Ну что Ребятки Все В твоих Руках Все В твоих Руках И Даже Я Ребятки Это, конечно, срань Мы не добегаем? Пока что Пока что мы не добегаем Но тут как бы Сложная ситуация Я бы назвал это так Как минимум непростая Раз Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Блин, серьезно? Блудбол? Господи Твою мать Твою Это проклятая команда Это просто проклятая команда Ньарл, вот ты говорил, это не проклятая команда Шестая игра подряд Шестая игра подряд Это не проклятая Это, по-моему, абсолютно проклятая команда Более проклятущей команды, чем эта В принципе быть не может Если он сейчас роняет мне Емонду, уронить Блицера Если он роняет Блицера Это ничья Я могу даже проиграть Вот Да и Силью Ты просто посмотри Я каждый ход Нахожу отвратительнейшие кубы Каждый Просто вот Весь матч Кубы меня насилуют Казалось бы Матч, который должен быть Очевидно Моей победой И вместо этого Вот как бы Вместо победы Я кидаю Миллиард поганых кубов Просто Миллиард поганых кубов Весь матч я кидаю Я в этом матче накидал Единичек, двойки Я не знаю Я 6 матчей подряд кидаю Единички, двойки По КД просто Так, ребята Оппонент совершил Критическую неудачу Как я это Называю Мне нужно найти Пятерку Шестерку Для идеала Не для идеала Конечно По-другому справимся Но Ладно Окей Бладбол Нужно найти Двойку Пятерку Шестерку Нужно не кинуть Единицу Да быть того Не может Я не кинул Единицу Серьезно Бладбол Мы не кинули Единицу Уху Уху Еее Ладно Извините У меня горит Просто страшно У меня просто Страшно Горит С этой игры Действительно Игра В которой Ну надо Брать Победу Ну вообще Как бы Не запариваясь Но Вместо Победы В которой Мы не должны Запариваться Мы получаем Очередной матч Уровня Питерского Зенита Когда Тебе Предлагают Прям вот Немножко Немножко Погореть Назовем это так Игра Прямо Кидает тебе Челлендж Чтоб ты Умер От разрыва Сердца Вот Да Игра Видимо Поняла Что я Готов К дропу Команды И решила Что Конечно Нельзя Давать Мне Дроп И Поэтому Она Вот Поступила Так Как поступила Черт Ее Дери Вот Но Блин У меня Дичайше Горит Просто Вымученный Матч Серьезно Просто Единички Двойки Сделали Эту Победу Какой То Дико Сложный Вот Прямо Настолько Сложный Что Словами Не Описать Конечно Сейчас Будет Проталкивание Вообще Надо было Вставать Против Проталкивания Но Ладно Я Я верю Что Без Реролов У него Ничего Не Получится Аниме Боис Получили Рерол Который Ему Уже Нафиг Не Нужен Не Знаю Вот После Такой Игры После Такой Игры Вообще Не Хочется Что Либо Делать То Есть Я Вот Сыграл Эту Игру И Мне Хочется Удалить Бладбол Я Не Знаю Что Типа Того Оппонент Кстати Не Делает Вонтерный Оппонент Дерется Оппонент Еще И Сфалить Решил Напоследок С Удалением К Слово Да Ну Ладно Фалы Красивые Кстати У Кислилова Заметили Прям Вот С Душой Нарисованы Господи Как Почему За орков Так Трудно Я Понять Не Могу Единичка Ну Стандартно Стандартно Единичка Тут Тут 14 Пробоев Против Одного Ноль Травм 57 Ударов 14 Пробоев Ноль Травм Мне Ребята Статистика По травмам По-моему Вообще Запредельная Я сейчас Я сейчас Даже хочу Взглянуть Вот Мне Интересно Давайте Взглянем 10 Потерь Противника 10 За 8 Игр 10 Травм По сути Мы делаем Одну травму В игру Ну Иногда Чуть Больше Грубо Говоря Да Потрясающая Статистика Но мы Чёрка Апнули Это Единственный Положительный Момент В этой Ситуации Но Конечно Горит Неимоверно Горит Неимоверно Просто Вот Ты играешь За эту команду И у тебя Нервов Не остаётся От слова Совсем Стата Конечно Отвратительная Ничего Не сказать Только По-моему Оно ещё Не обновило Её Из-за победы Но Всё равно Стата Ужасная Аниме Бои Себя Не оправдывают И опять Смотришь Не ну мы Апнули Одного Игрока Но у нас По сути Опять Тролль Не апнут И он Не получит Дубль На левелапе Я уверен Чёрк Не апнут Блицеры Нулевые Кроме Одного Не ну ладно Чёрки апаются На самом деле Блицеры Конечно Должны апаться Но когда У меня Десять травм Ребята При том Что я играл Кислев Это у нас С кем там была игра Я уж не помню С кем там была игра А ну сорками Не считается Хотя мы там Сделали одну травму Лесные эльфы Лесные эльфы Нежить Ладно Не считается Тогда меня В хламину Перебашили Про эльфы Это у нас Кто был Ещё одни Про эльфы Это у нас Кто там был Гномы По моему По моему Это были гномы Если мне не изменяет Память Да Да ладно А это у нас С кем там была игра С гномами Ну у нас Грубо говоря Половина команд Была такие Которые должны Грохаться И мы Нифига делать Не могли Просто нету Пробоя Пробоя Не завезли У нас Вот 4 травмы Было в одном матче Господи Это получается Что Из этих Вось Из скольки там Из 10 травм 6 Получается За 7 игр Сделали 6 травм Охренеть Сдался А Хаосит Сдался Точно Там мы его Никому не сломали Он просто Взял и сдался Потому что Он там Потратил В серию ролла К середине Первого тайма На кидание 1D И Даджей И всё Вот эти Первые 2 игры С гномом И с хаоситом У меня горит С этой игры Ладно Всем спасибо Кто был Этой ночью Я пойду Спать Чего и вам Желаю Играйте Выигрывайте Будьте добрее Друг к другу Не устанавливайте Бладбол Пока Пока